В течение недели отрядом бюротехнических работ проведено обследование более 34 гектар сельскохозяйственных полей. Из них более 1 гектара обследовано методом сплошной очистки местности. Также обследовано более 3 гектар различных территорий и 0,2 гектара подъездных дорог сельскохозяйственным угодьем села Доля. Всего за неделю выявлено и обезврежено 90 единиц взрывоопасных предметов. За неделю в республике произошло 116 пожаров, на которых 1 человек погиб в городе Углегорск и 1 человек пострадал в городе Макеевка. Ущерб от пожаров составил более 200 тысяч рублей. 103 раза была оказана помощь населению республики и другим службам. В аварийных ситуациях спасено 7 человек. На этой неделе пожароспасательные подразделения 4 раза привлекались для отрушения пожаров вследствие попадания взрывоопасных предметов в городах Донецк, Горловка и поселок Яковлевка из Новоцкого района. Всего с начала года подразделения МЧС ликвидировано 64 пожара вследствие артобстрелов. На этой неделе на водоемах республики утонуло 3 человека в городах Донецк, Старобешево и в Новоазовском районе. Благодаря оперативным действиям водолазов МЧС ДНР на этой неделе удалось избежать гибели 3 человек на воде. Так, 31 июля в поселке Седово из-за сильного ветра резиновую лодку, в которой находилось 3 человека, отнесло на расстоянии более 400 метров от берега рапатория Азовского моря. Рыборки предпринимали неудачные попытки самостоятельно доплыть до берега на лесах и были замечены наблюдателями МЧС. Спасатели группы водолазно-спасательных работ Республиканского спасательного центра при помощи спасательного катера ЧИБИС транспортировали 3 человек и лодку к берегу. Сотрудники реанимационной противошоповой группы гоноспасательной службы МЧС 3 раза оказывали медицинскую помощь горнякам, которые получили различные травмы на шахте имени Засяйка, город Донецк, шахте Комсомольск, Донбасса, город Кировска и шахте Холодная Балка, город Макеевка. На этой неделе подразделение МЧС привлекалось для оказания помощи пострадавшим при ДТП. 30 июля на автодороге Донецк-Старопельск в результате съезда в кювет и опрекидывание легкового автомобиля, три пассажира этого автомобиля оказались зажатыми в салоне. Спасатели Торецкого отряда МЧС при помощи гидравлического, пневматического и ручного аварийно-спасательного инструмента деблокировали 3 человек и передали их медикам. К сожалению, водитель этого автомобиля погиб. Спасатели регулярно сталкиваются с нестандартными ситуациями. Так, 31 июля спасатели Донецкого отряда МЧС в Ленинском районе города Донецка при помощи штурмовой лестницы и спасательной веревки доставали из канализационного колосса к козу. А вот 2 августа в Кировском районе города Донецка сотрудники МЧС оказывали помощь в деблокировании мужчины, который оказался зажатым металлической дверью подсобного помещения в подвале жилого дома. На этой неделе спасатели 6 раз оказывали помощь в аварийном открывании дверей квартир, 11 раз производился подвоз технической воды предприятиям и организациям, 2 раза спасатели производили скрыгивание аварийных деревьев и 13 раз оказывали помощь в обеспечении пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. И в заключении по информации Гидрометеорологической службы МЧС ДНР на территории Республики примечательно, без рассадков. Температура воздуха ночью 20-25, днем 32-37 градусов тепла. На территории Республики сохранится чрезвычайная пожароопасность и суховерие. Спасибо.